Торт Мы доверили резать чрезвычайного полномочия посла Республики Кыргыслава Российской Федерации Спасибо Вам большое спасибо за организацию такого чудесного праздника Я вот не знаю других наших бывших союзов республик, из 15-ти, которые делают вот такие праздники в таком масштабе Вот в прошлом году вы делали в другом парке, в этом году вот здесь Кузьминка Молодцы Так, тарелку давайте еще Всем республикам берите пример с киргизских товарищей Браво! Молодцы киргизнанцы Спасибо Я вам скажу, торт не только красивый, но он даже очень вкусный Может быть красивый, но не вкусный Или наоборот Вот она, хозяйка вот она Автор торта Представьте девушку, как вас вас, где можно торт такой заказать Я сгуль В Москве делаете? Да, да, на Москве Ну это реклама эта идея дала В Кремле? Да Все, ладно, во сколько прийти в вашу кремлеску? Жизнь мало То есть здесь официального приглашения Ладно, дождетесь от вас Общий праздник Общий праздник Так что, уважаемые узбеки, которые проживают в Киргизии Являются гражданами Киргизии Я вас тоже поздравляю От имени узбекской земля Ваш праздник, наш общий праздник Так как Киргизия на втором месте по количеству этноса Узбеки этнические Поэтому наш это общий праздник Всех вас праздников Киргизские узбеки Киргизские узбеки Извините, я оговорился Как вы? Всем привет! Всем привет! Я хотел поблагодарить ваших друзей за то, что вы нашли время Разделяйте вместе с нами наш праздник И это, наверное, наш общий праздник Потому что мы получили почти в один день все Не почти, а точно 31-го числа было объявлено День независимости Узбекистана Просто празднуется 31-го числа Мы в один день объявляемся Ну, всем здоровья, благополучия, удачи Большое спасибо Вам большое спасибо за приглашение За приглашение Альбisha Аплодисменты! Это для прессы подчеркнуто. Подчеркнуто, да. А то думают, что мы немножко тут в России балуемся. Да нет! Мы все святые, ангцы божие. Мы не бьем и курием. Чтобы Бог дал нам мир и благополучия всем народам в Евразии. Спасибо вам! Позы – это кониный жир, внутренний жир, который вместе с мясом ее маринуют специально и ложат в самой же тонкой кишку конины. И она маринуется и через определенное время она становится полукопченым, вяленым, соленым. И вот сегодня на столе у нас такой вот козы. Я попробую киргизскую козы. Она отличается тем, что она более нежная, мягкая. У нас немножко пожестче. Что добавить к Богу? Самое диетическое, самое безхолестное – это чистое коняное мясо. У коняного мяса и жира нет холестерина. Как у маранов, как у говяжьего нет никакого холестерина. Добрый день, уважаемые зрители канала «Ватандаш». Сегодня 31 августа 2019 года. Мы находимся в городе Москве, парк Кузьминки. Здесь, как видите, празднуется День независимости Киргизской Республики. Чудесный праздник. В прошлом году тоже праздновали в другом парке. В этом году еще больше, шире. Со мной рядом вот киргизский журналист Завадя Асальбек. Мы вместе работаем, сотрудничаем в Совете по делам национальности Московской области. Два слова скажите о сегодняшнем празднике. Добрый день, друзья. В течение месяца готовились совместно с посольством Кыргызстана в Российской Федерации и Диаспорами. Нашими силами здесь этногородок построили сегодня. Этногородок. Семь юртов, все национальные атрибуты, ладость и угощение, короче, сегодня. И большой концерт, короче, только что официальная часть прошла. Посол сам выступил. Пришли очень дорогие гости. Я думаю, что вместе будем праздновать праздником вас всех. Спасибо. Да, вот мы празднуем вместе на вашей площадке, на вашем празднике. Вот контр-вопрос к вам такой, да? Вот я не первый год уже у вас в гостях, в таком большом расширенном парке бывать. Почему из бывших союзов 15 республик в таком масштабе никто не праздновал? Я думаю, что почему? Потому что причина такая. Для народа делается. Сегодня впервые в Киргизии среди среднеазиатских государств провозгласило независимость. Поэтому последний день лета, сегодня лучи и солнце, короче, светит. Я думаю, что наши друзья и соседи будут тоже в дальнейшем проводить такие масштабные праздники. Я надеюсь. Ну, вы уверены, что пример будет вашим заразителем? Я думаю, что почему не заразительным? Это нормальный праздник. Видите, все встречаются здесь. Все встречаются, друзья, все наши гости. Спасибо. Наши соседи, таджики. Вот азербайджанский товарищ. На слово. Уважаемые зрители, вот только что выступил в журнале «Сосибирске», мы сотрудничаем. На мой вопрос сказал, что, может быть, в будущем году этот пример будет и для других республик. Надеюсь, что родной Узбекистан тоже возьмет положительный пример. Вот удивительно, Киргизская республика, она в разы и по населению, и по масштабам экономики намного меньше, чем Узбекистан. Ну, она делает такой огромный праздник. Тут не только киргизы, вот мы в гости, но тут и много-много москвичей, москвичей и гостей столицы. Так что это не только киргизский праздник, но это и праздник московский, один из московских праздников с таким оттенком. Так что, надеюсь, правительство Узбекистана, президент Узбекистана, его советники, посольство Узбекистана в Москве. Вот с этого примера чудесного праздника возьмут пример, и на следующий год надеюсь, что Узбекистан сделает такой же большой, масштабный праздник в каком-нибудь парке. Мы поможем, чем сможем. Наверное, они праздники проводят, наверное, в узком кругу, наверное, где-то в посольстве, при закрытых дверях для узкого. В кавычках сказал, элиты, потому что элиты не бывают, все равные. Я в кавычках беру, это нехорошее слово, когда говорят элита, элита. Все люди одинаковые. Так что эти ролики тоже в какой-то степени у меня и критические в отношении руководства Узбекистана, посольства Узбекистана. Но киргизское посольство, они рядом находятся, буквально сто метров друг от друга. И в Узбекистане рядом соседи. Ну, я не знаю. Вот говорят, якобы посол был с женой, я его не видел. Ну, неужели у него сердце не защемело? Почему Узбекистан такое не делает? Узбекистан? Узбекистан? Да, да, да. Он был супруга. Сейчас он так ушел. Он сидел в первом ряду. Корзистского видел? Да. В столице сидел в первом ряду. Да, вопрос, почему в интернете, в комментариях, вот, разные национальности, друг друга, там, ну, нехорошими словами обзывают, ругаются. Ну, вот здесь же не ругаемся никто, да? Мы в интернете, в принципе, не ругаемся. Не знаю, нехорошие люди. Ну, вот здесь же вот нормально, можно, оказывается, общаться, не, так сказать, не собачиться, не ругаться, не материться. Спокойно вот проводить такие праздники. Этот же праздник объединяет людей, а не разъединяет. Много же, много интернациональных семей совместных, киргизко-узбекских, киргизко-русских семей и прочее. Люди-то одинаково, Богом созданы. Нужно, наверное, вот с этого брать время. Редактор субтитров А.Семкин Субтитры создавал DimaTorzok